Серебряные и бронзовые награды завоевали северодвинские команды Барракуда на международных турнирах по флорболу в Швеции и Финляндии. Результаты матчей против сверстников из Скандинавии дали пищу для размышлений тренерскому штабу нашей команды. Константин Мухин о новостях спорта. На новогодних праздниках детская флорбольная команда Барракуда уже не первый год посещает один из самых престижных международных турниров Хельсинки Флорбол Кап. Из столицы Финляндии подопечные Александра Журавлева и Мария Акулова не раз возвращались с золотыми и серебряными кубками. Когда мы занимали первые места, я тоже говорил, что все время было тяжело. Сейчас, значит, тоже в группе у нас было пять команд, мы играли четыре игры, две сыграли в ничью, одну проиграли, одну выиграли, заняли третье место. Потом был тяжелый четвертьфинал, мы там выиграли всего лишь по булицам, причем за 15 секунд до конца мы сравняли счет. Полуфинальный матч игроки Барракуды 2006 года рождения выиграли со счетом 3-1 у финской команды Топани Алера. А на поединок за золото у наших флорболистов сил не хватило. Выступая весь турнир, всем игроков подопечные Александра Журавлева проиграли в финал 4-10 одной из лучших финских команд ПСС. Чего в этот год не хватило для победы? Не знаю. Все были очень сильно готовы, а вот мы подумали, что тоже как приедем, тоже так первое место займем. Но вот нам не удалось. Что касается дебютного выступления Барракуды в Швеции, то страна Трекрунер еще больше удивила своей спортивной инфраструктурой и уровнем команд. Юноши 2004 года рождения вышли из группы и прошли в полуфинал, где нашу команду ждал неприятный сюрприз. Вышли на будущего победителя команду «Сириус» и нам показали, что вот примерно как нужно играть в флорбол. Да, там дошло до не очень приличного счета. Ребята не расстроились от такого разгрома? Как-то извлекли какой-то урок для себя? Подчеркнули что-то полезное? Ну, во-первых, точно полезно подчеркнули тренера. Значит, да, и ребят мы сейчас уже тоже настраиваем именно на те вот скорости, даже уже начиная с этой тренировки. Ну что сказать, без поражений не бывает побед. Счет 18-1 заставил тренерский штаб Барракуды пересмотреть подготовку юных флорболистов. А первая бронзовая медаль из Швеции придаст им дополнительный стимул. Константин Мухин, Владимир Богомалов, Вестник, Северлинска.